Здравствуйте, друзья! Сегодня на канале речь пойдет о дюралюминии. А именно об одном из способов, с помощью которого его можно согнуть. Это будет дедовский метод. Я очень много раз пробовал делать по науке, но по науке нужно промышленное оборудование. И те способы что-то не принесли мне успеха, тогда как дедовским прекрасно можно пользоваться. Этот дедовский способ я узнал от отца очень-очень давно. Ну а он наверное узнал от деда. Кто не в теме, могу сразу объяснить, что дюралюминий этот закаленный. И его согнуть не так-то просто. Это не то, что берешь простой провод алюминиевый, вот так вот взял и согнул. Это очень твердая пружинящая штука, которая скорее сломается, чем согнется. Вот сейчас я вам это и продемонстрирую на примере вот этой палочки. Две детали, как вы видите, я уже согну. Они сделаны из точно того же материала, что и вот это. Итак, зажимаю, к примеру, в тисы этот пруточек и пытаюсь его согнуть. Обратите внимание, что происходит. Видно, как пруток пружинит и сгибается. Вот он даже немножко здесь согнулся. Но усилие потребовалось неимоверное. То есть вы заметили, как сильно пружинит этот кусок дюралюминия. Это D16T предположительно. Хотя может быть и какой-то другой сорт дюраля. В общем, что же нам нужно сделать, чтобы его согнуть можно было? Например, мы захотим согнуть его вот здесь. Он начал гнуться здесь. Здесь, во-первых, прослабление есть. На токарном вытачку я сделал. А нам нужно сделать так, чтобы он согнулся вот здесь. Сейчас я вам это и продемонстрирую. В этом и заключается этот метод. Не знаю, догадались вы или нет, но его нужно нагреть. Но чтобы контролировать температуру, я воспользуюсь обычным хозяйственным мылом. И вот так вот натру здесь. В месте, где буду греть. Вот так. Теперь запускаю горелку. И погнали нагревать то место, которое нужно согнуть. Сразу скажу, что мыло служит индикатором. То есть, когда оно почернеет, можно как раз приступать к этой процедуре. Пока, как видите, почернело в нескольких местах. И уже начинает вокруг все чернеть, темнеть. Скоро можно будет гнуть. Итак, готово дело. Обратите внимание, что сейчас произойдет. Здесь оно горячее тоже. Мы возьмем тряпочку. Теперь без особых усилий. Видите? Гнется именно в том месте, где мы грели. То есть не вот здесь, где попало. Потому что здесь оно отпустилось и теперь оно здесь мягкое. Но дюрал такой хитрый материал, что если его оставить этот пруток вот в этом состоянии, он через несколько дней опять как бы закалится. Этот процесс называется состаривание естественное. И станет опять твердым. И опять его разогнуть будет не так-то просто. Он будет пружинить и всячески сопротивляться. И можно будет получить такие вот детали, которые естественно состарятся через несколько дней. И будут такие же твердые и пружинищие, как изначально. Но чтобы они такими же точно стали, это тоже зависит еще от материала. Материал должен быть качественным изначально. Стараюсь гнуть сразу, потому что вот он уже остыл. И слушайте, что будет. Сейчас буду пытаться гнуть его. Вам наверное не слышно, но я слышу такое, что-то типа хруста небольшого. Обычно вот олово, когда толстое гнешь, такие звуки он издает. Но тем не менее гнется все равно спокойно. Можно даже загнуть под 90 градусов. Кстати, мыло вот это очень легко потом смывается и не остается никаких следов. Видно, деталь еще горячая, потому что парит. Но все равно гнется, даже если полностью остынет. Оно затвердеет через несколько дней. То есть произойдет естественное состаривание. Кстати, детали изготовлены для одного моего очень интересного устройства. В общем, такой маленький лайфхак из мастерской. Всех благодарю за внимание и всем пока!